Итак, дорогие друзья, мы начнем наш первый обзор из того, что скачаем Lite-версию DaVinci с оригинального сайта blackmagic.com Заходим в Support Выбираем систему Windows Select Product DaVinci Resolve И если вы хотите Lite-версию, потому что для лицензии вам придется платить 1000 долларов А тем счастливчикам, которые купили камеру Blackmagic, эта программа достается бесплатно Но у нас, сейчас вариант, берем DaVinci Resolve Lite-версия Это бесплатная версия программы Нажимаем Search Ждем И вот здесь есть версия, 10-я версия Загружаете, делаете Download И потом загружаете свой компьютер Итак, после того, как у нас загрузили DaVinci, нажимаем на программу Открывается Ну, у меня просто версия лицензионная После того, как открывается интерфейс программы Вот выходят такие вот настройки Вы можете зайти в программу через имя админа Или создать свой логин Вот, который я для себя создал Доктор Ниджат Вот этот логин Можно создать Отсюда Нажимаете на плюс Пишите свое имя Какой-нибудь паспорт И делаете все этот new user И здесь вставляете свою фотографию Ну, естественно, из-за того, что у меня здесь создан этот логин Я не буду этого делать Потому что у меня это уже есть Ну, допустим, давайте зайдем в семени админа Еще хотел вам сказать, что если хотите выйти от этого интерфейса Вот нажимаете на эту кнопку И выходите А при помощи этого кнопки датабаса Можно вот дополнительно Новые создать хосты Через эти хосты работают Но у меня Все файлы, мои рабочие файлы Вот здесь находится LocalDatabas ProgramDiteBlackMatch Это просто для информации Ну, давайте зайдем через имя админа Вот когда вы заходите через имя админа Здесь вот показывают Те файлы, которые Композиции, которые работал админ То есть разные люди Можут работать в этой программе И у каждого из этих людей Можете свои композиции Свои работы Посмотреть Например, отсюда можно создать Нажимаем Blue New Great Project Например, давайте создадим Test Dish Nijat, например И Great Вот создана новая композиция Нажимаете на правую кнопку на мышке Здесь есть Configuration Вот отсюда выбираете Настройки композиции То есть Timeline Resolution Можете разные варианты взять Конечно же Вот Все предлагаемые Из DaVinci варианты Потом Frame Rate Частота кадров в тайм-линии Playback Frame Rate Image Processing Конечно же вы знаете Что DaVinci работает 30-битной системе И Color Size Это не трогаем Просто оставляем вот так И видеомониторинг То есть Материал, который вам Показывает DaVinci На мониторе Мониторе Хочу вам сказать Что Отдельный Монитор DaVinci Вы не увидите Потому что На двух мониторах Невозможно работать На компьютере Для этого Нужна специальная Плата Видеоплата Чтобы Чтобы Монитор Вы могли смотреть На отдельном мониторе Подключенный Например HDTV Ну Другие настройки Мы пока Не будем Здесь Изучать Потому что Я Всех этих настройках Отдельно Буду делать Обзор Пока Оставляем этот вариант Нажимаем Single И если Сейчас мы туда Зайдем Давайте Попробуем Сейчас Откроется Наш Файл Файл Ага Вот Немножко он задумался Ну Когда открывается Вот такое Окошко Иногда Бывают Проблемы Что у некоторых Невозможно Вот Минимайз Делать DaVinci Вот так Потому что Этих кнопок Для Windows Не видно Это Исправляется Отсюда View Нажимаем Show Window Frame И вот так На весь монитор DaVinci Показывает Вот Вы видите У меня здесь Прикрепленные Папки И жесткие диски Когда вы первый раз Это откроете Наверное Этих дисков И папок У вас не будет Не удивляйтесь Да Эта программа Работает так Для того Чтобы Прикрепить Эти файлы И папки Заходите Вот Preferences Нажимаете И вот Входящем В этом окошке Нажимая На кнопку Плюс Добавляете Жесткие диски Или папки Которые Вы хотели бы Работать С программой DaVinci Нажимаем Плюс Выбираем Какую-то Папку Или жесткий Диск Например Вот я Выберу Футажи Папку И вот Здесь Например Ну пусть Будет Футажи Да Чус Да Он у меня Предлагает Что у меня Жесткий диск J Выбран Из-за этого Он Сейчас Не Выбрал То есть Папка Которую я Выбрал Находится На диске J А J У меня Выбрана Здесь Из-за этого Не придется Нам эту папку Прикрепить Я просто Методику Вам показал Если хотите Какой-то Жесткий Диск Или же Плагин То есть Папку Удалить Нажимаете На 0 Он удаляется Ну Здесь Систем Overview Показывает Какая У нас Видеокарта Лицензионная Версия DaVinci Работает На двух Видеокартах То есть Один Для Вывода Мониторинга Другой Для Просчета В Реалтайме Другие Настройки Мы не будем Трогать Здесь Control Панели Которые Купили Для Цветокоррекции Ну У меня Имея Ввиду Что Эти Панели Нет Я Оставляю Non Advanced Тоже Ничего Здесь Не трогаем Save Ок Так Автоматом Всегда DaVinci Создает Мастер Папку То есть Все файлы Которые Вы должны Будете Работать На Тайм Линии Вы должны Импортировать На Медиапул Из-за Этого Заходим Из А Один из этих Жестких Дисков Например Берем Диск F Сейчас Он Думает Итак Вот Файлы Которые Находятся На Этим Диске Это Это Рав Формат Я Снял В Формате Рав И Некоторые Последние Файлы Это Прорез Итак Можно В этой Секции В Реал Тайме Посмотреть Все Футажи Придвигая Вот Так Лево Право Потом В этой Секции Можно Нажимая На Эту Кнопку Здесь Все Данные Об Этим Файле Вот Размер Его Кодек Какой Был Когда Был Записан И Сколько Длится Сам Сам Футаж Если Хотите Импортировать Эти Файлы Медиапул Можно Это Обычным Путем Берете Один Нажимаете При Помощи Мыши Держав Мышь Правую Левую Кнопку И Вот Так Притягиваете Их Вот Сюда Медиапул Можете Создать Здесь Другую Папку Например Создать Какое Нибудь Название Общий План Например И Некоторые Другие Вот Файлы Например Можете Туда Бросить Вот Именно В этот Вот На Мастер Папки Другие Общий План Другие Я Сейчас Его Уберу Делит Есть Другой Вариант Импорта Файлов Опять Выбираем Наш Жесткий Диск То есть Это SSD Диск Который Подключен К нашему Компьютеру То есть Это SSD Диск Который У меня Был Поставлен Blackmagic Камеру Вот Делаете Add Folder Into Media Pool То есть Все Фолдеры Которые Находятся Здесь Вот Можно Это Посмотреть Open File Location То есть Он Сейчас Покажет Наш Вот Это Мой Жесткий Диск SSD И Вот Все Съемочные Материалы Находятся В Папках Один Звук И Другие DNG Секвенция А Это ProRes Формат Можно Одним Кликом Add Folder Into Media Pool Нажимаем Сейчас Он Все Эти Файлы Автоматом Загрузит Media Pool Вот Все Наши Файлы Запросто Оказались Здесь Еще Здесь Есть Некоторые Другие Функции Add Folder And Sub Folder То есть Папки Под Папки Можно Делать Потом Можно Еще Создать В этом Диске New Folder Например Переименовать Folder И Создавать Прокси Файлы Здесь Конечно Тоже Можно Но В основном Я Использую Эту Функцию Add Folder In Media Pool Так Создали Сделали Импорт Media Pool Вот Беря Из Этих Файлов Любой Нажимая Два Раза На Него Можно На Экране Реал Тайме Посмотреть Раф Файл Вот Видите Проигрывается Раф Файл Ну конечно же Здесь показывается Таймкод In Out Сколько Делится Футаж И Здесь Вот Правой Части Можно Вот Посмотреть Всю Информацию Об Этом Футаже Вот Шот Сканс Клип Детал Камера Стерео 3D Эффект В общем Все Информация Которая Находится Об Этом Футаже Ну вот Как Видно Из Футажа И Разрешение Фрейм Рейт 24 Кадра В секунду При помощи Этой кнопки Нажимаем Вот Видно Аудио Треки Вот Нажимаем Можно Посмотреть Аудио И Можно Вот Так Удалить Эта кнопка Можно Вот Делать Маленький Такой И Большой Вариант Можно Делать Медиапол Как Список Который Из Названий Или Вот Такой Вариант Видео Также Посмотреть Можно Можно Еще Вот Отсюда При помощи Этой Кнопки Зайти На те же Настройки Которые Мы Делали Когда Заходили На Винчи Вот Здесь Тоже Можно Некоторые Изменения Делать Например Камера Настройки Делать Лук Телбус Это Все Мы Потом С вами Отдельно Будем Проходить И Еще Кнопка Дома Вот Отсюда Тоже Можно Разные Открыть Секвенции Импорт Делать Экспорт Делать Тоже Это Имеет Большие Значения Иногда Так Узнать О том Что Какая Версия У вас Да Винчи Вот Нажимаете About DaVinci Resolve Вот У меня Версия 10.02 Нажимаете Если Захотите Выходить От программы Куит DaVinci Resolve Еще раз Повторяю Если Вы Хотите Чтобы Был Вот Такой Полноэкранный Вариант DaVinci Вот Нажимаете Кнопку Если Нажать Кнопку Show Window Frame Вот Он Получается Как Windows И Здесь Можно Минимать Завод Но Имейте Ввиду Что Этот Монитор На Другой У меня Сейчас Два Монитора Вы Не Увидите Потому Что Для Выводить Этот Материал Нужна Специальная Видеоплата Продается В сайте Blackmagic Недорого Стоит Где-то В пределах 200 250 Долларов Купить Чтобы Выводить Эту Информацию На Другой HD Монитор Я Думаю Что На Этим Наш Урок Об Интерфейсе И Медиа Секции Медиа Пуле Заканчивается На Следующем Уроке Я Вам Расскажу Об Очень Интересной Секции Эдит